Роман Воронов 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 Сейчас проценты не самые высокие, тоже прямо скажу. И приходится искать что-то среднее, да, как есть поговорка третьего не дано, но здесь третье все же дано получается. Да, структурированные продукты в данном случае имеют очень большой плюс. Мы понимаем изначально на какой риск мы можем пойти и можем ли мы на него пойти. То есть если мы не можем, мы ставим стопроцентную защиту капитала. В то же время мы в потенциале заработка, да, можем заметно обогнать те же банковские депозиты. Причем иногда это получается даже в разы. Сервис устроен так, что клиент просто обозначает параметры, какую защиту капитала он хочет. Отсюда вычисляется потенциальная доходность, которую он может заработать на том или ином активе. Актив может клиент предложить сам, тот, которым он хочет заработать. Да, это могут быть акции, это может быть какое-то сырье. Соответственно, ряд активов мы можем также предложить клиенту, то есть по его просьбе. У нас есть аналитический отдел, который занимается тем, что подбирает на сегодня какие-то интересные акции, интересные продукты, сырье, да, которое может в потенциале принести, в ближайшем потенциале принести хороший доход. Ну, получается, что человек может просто сказать, какая сфера ему интересна, в какой он хотел бы видеть свои средства. Ему помогают выбрать уже правильные направления. Да, именно так. То есть ему рассчитывают, какова будет стоимость этого продукта, ему рассчитывают срок оптимальный, если он сам этот срок не может предложить, ну и так далее. Если оценивать ситуацию в целом на фондовом рынке, насколько комфортно себя чувствуют новички в этих условиях? Здесь однозначно повышается интерес у людей к финансовым рынкам. Отсюда растет и интерес к обучению по работе с ними. Например, в нашей компании по итогам 9 месяцев 2013 года обучение прошло более 2000 человек. Это очно. И 110 тысяч человек прошли обучение онлайн. Причем со всего мира охват был более 20 стран. Обещание онлайн осуществляется из 10 городов России, в том числе из Нижнего Новгорода. Очное обучение можно пройти более чем в 30 городах. Какая-то специфика обучения в этом году именно? Идет постоянная динамика на фондовых рынках, все меняется. Насколько важно следить за этим, чтобы давать новичкам, тем, кто приходит учиться, оперативную информацию? Если говорить о наших преподавателях, то это, естественно, люди с большим трейдерским опытом. То есть люди, которые давно и успешно на финансовых рынках работают. Ну и, соответственно, им есть что рассказать, им есть чему научить. То есть опытом они делиться готовы. То, что меняется, то, что касается динамики, что важно для новичка? Нужно ли следить постоянно за информационными лентами? Нужно ли постоянно следить за экономической информацией? На какие факторы нужно обращать внимание? Не нужно перегружать себя лишней информацией. Не нужно гнаться за всеми сайтами, за всеми какими-то новостными каналами, которые дают ту или иную информацию. Потому что много проходит шума. То есть шумовой информации, которая никак на рынок не влияет. Или влияет не тем образом, которым вроде бы должна влиять. То есть нужно основываться все-таки на каких-то определенных правилах, на определенной дисциплине. Соответственно, отталкиваясь от этого, принимать какие-то торговые решения. Если говорить о самих принципах обучения, иногда это онлайн-обучение, когда человек просто что-то смотрит на экране компьютера, правильно? Да, конечно. Есть и такая форма, да? Вот сегодня, да, в каком режиме она проходит? Ну, проходит это, скажем так, не просто в режиме телевизора. Человек не просто сидит наблюдать. Он может в чате задавать, естественно, вопросы, на которые преподаватели ему также отвечают. И здесь у нас получается полноценное интерактивное общение. Но кроме виртуального общения всегда есть еще живое общение. Его, наверное, ничто не заменит. И все интересующие вопросы человек зачастую склонен задавать именно при личном общении. Есть ли вот такой вот формат общения? Как он реализуется? Конечно. Ну, помимо, скажем так, базовых курсов, семинаров, которые мы даем, у нас также проходят клубные дни. Такие форматы, как клубный день, набирают у нас все больше и больше популярность в Нижнем Новгороде. Мы регулярно собираем людей, обсуждаем наиболее интересные вопросы, касаемые рынка. Такие, как торговые стратегии, специфика самостоятельной работы в зависимости от ситуации на рынке. Ну и так далее. Могу с гордостью отметить, что у нас сформировался некий клуб трейдеров. Во-первых, люди на клубных днях в клубе трейдера могут задавать какие-то интересующие их вопросы абсолютно в неформальной обстановке. Сразу получать ответы? Причем общаться здесь уже можно, получается, и друг с другом. Не всегда у людей есть возможность общаться с людьми со схожей, скажем так, или с такой же профессией, которым также это интересно. Что бы в наступающем 2014 году хотелось бы пожелать всем, кто интересуется фондовым рынком, все, кто любит это дело? В наступающем году хочется пожелать всем трейдерам только попутного тренда, как говорится. Хочется пожелать финансовых успехов, ну и только профитных, только профитных сделок. Узнать больше о новых финансовых сервисах вы можете на наших бизнес-семинарах компании Аль Пари. Удачи вам в делах и удачи в новом году. Роман, спасибо за беседу. Спасибо вам, что пригласили. А я напомню, гостем программы «Вести интервью» итоги года был Роман Воронов, эксперт по финансовым рынкам официального партнера компании Аль Пари в Нижнем Новгороде. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова